Друзья, всем здравствуйте! Вы на канале снова со мной, с Аленой. Я рада приветствовать всех, кто давно уже со мной и кто только пришел на мой канал. Всем очень-очень рада. И сегодня хотелось ответить на вопросы своих подписчиков, как сделать так, чтобы ментальное здоровье улучшилось, как сделать так, чтобы психика была более-менее спокойной, в любом возрасте, в любом месте, в любом состоянии, как успокоиться. И я буду сейчас рассказывать краткие способы, которые будут давать вам вдохновение, чтобы вы двигались, двигались и двигались. Первый момент, когда у вас возникает ментальное беспокойство, не нужно браться за всякие препараты, за всякие нововведения, магний, все, что вам там рассказывают. Первый момент, если у вас такое случается достаточно часто, это начать двигаться. И это просто самый один из доступных способов, которые просто дают возможность вам создавать окислительно-восстановительные реакции в организме. Все просто. Бери и двигайся. Казалось бы, друзья. Второй момент, на который надо обратить внимание, если что-то идет не так, вы не знаете, что там случилось в организме. И читая всякие умные блоги, всякие умные разговорнички, врачевальнички, вы только иногда еще усугубляете свое состояние. Поэтому, если состояние и так уже как бы не очень, то, соответственно, в этот момент лучше всего вам подойдет любая физическая нагрузка. Вот будь то ходьба, будь то какой-то бег, скандинавская ходьба. Это все очень-очень сильно расслабляет. Не важно, какой у вас вес и какой возраст. Это подходит абсолютно всем. Но, если у вас идет какой-то внутренний стресс, вам важно также обратить внимание на воду. Вода, которая должна быть всегда с вами, потому что вы не знаете, что сейчас происходит. И лучше всего иметь с собой всегда под рукой бутылочку воды. Этому я вас обучила. Второй момент, если у вас возникает такое какое-то критическое состояние, я рекомендую вам также заняться не какими-то суперобследованиями, а действительно переключить свое внимание. Казалось бы, переключить свое внимание из себя вовне. То есть, это легко сделать, друзья. Когда вы сконцентрированы только на себе, только на том, что происходит внутри, то происходит жуткая вещь. Называется, круг замыкается. Вы замыкаете себя на том, что называется, я смотрю только в себя, и я начинаю свои ощущения как бы так вот отцифровывать. Ой, насколько-то мне плохо сегодня. Ой-то там-то пощипало. Ой, суставчик мой заболел. Ой, сердечко-то кольнуло. Ой-ой-ой. Ну, на самом деле это шутки, да? Но именно так. Но когда мы обращаем внимание, ой, а у меня-то мой муж там голодный, а у меня-то мой ребенок сегодня без портфеля, а у меня-то моя бабушка сегодня не накормлена лежит, и вот с этого надо начинать. И когда у вас колет сердце или там, не знаю, в попе газы, то именно реакция вовне помогает вам лучше адаптировать свое тело к любому стрессу. Поэтому, если есть такая симптоматика, нужно именно так постепенно с ней работать. Далее, друзья, для того, чтобы действительно снять такую повышенную тревожность, многие используют примитивные способы. Это курение, это жевание, это какое-то беспокойство. А вы начните в этот момент убираться или делать то, что будет максимально полезно. Вот это маленькая вещь, которая действительно будет полезна для вас. И попробуйте ее сделать.